Всем привет дорогие друзья, с вами снова я, Мастер Чу, и у нас видеоролик посвященный Сильфу. Да, я хотел закончить эту рубрику гораздо красивее. На своем дне рождения взять и разыграть этого Сильфа персонажа среди своих зрителей, мне ничего не жалко для моих зрителей. Но в это все вмешалась компания ИНОВА и внесла свои некоторые изменения. К моему большому сожалению, разыграть этого персонажа не получится, потому что оказывается передача информации о личных данных от одного персонажа к другому приравнивается к РМТ и приравнивается к запрещенному пунктику. Как жаль, я-то ведь наверное точно от этого прибыль получу. Но вот просто передавать данные у нас, ребят, нельзя, а драйверить-то можно, прямо сидя на стримах двойственно, хска, очень двойственно, да? Ладно, не будем злиться, не будем, все сделают свои выводы. Я не буду прикладывать сюда какие-то элементы переписок на своем стриме. 2 апреля я вам частично показывал эту переписку. Я не буду показывать этого, так уж вышло. Что мы сделаем в сегодняшнем видео? Во-первых, я расскажу вам о итогах игры за данного персонажа. В целом, посмотрев еще большое количество стримов, комьюнити, что говорят стримеры по Сильфам, насколько они хороши, плохи, какие вообще разновидности есть. Но для начала мы, ребятки, возьмем и проточим этого персонажа. Абсолютно все непередаваемые предметы мы сейчас с вами будем тыкать, точить и ломать. А вот все передаваемые предметы, которые есть на этом персонаже, я разыграю среди вас. Для этого, для того, чтобы получить эти предметы, необходимо всего лишь малость. Поставить этому видеоролику лайк, ну и написать в комментариях ваш никнейм и сервер. Я рандомно в отдельном видео сделаю для вас результаты розыгрыша и просто абсолютно рандомно по комментариям раскидаю предметы, которые останутся после сегодняшнего ролика на этом персонаже и которые можно будет передать. Отследим мы это все легко, потому что через почту скинем на мейна и вы увидите полный список предметов, которые вы сможете выиграть в этом розыгрыше. Абсолютнейший рандом, просто в комментариях ваш никнейм и сервер. Все элементарно. Ну и рандом решит, кто из вас что получит. По дороговизне, я думаю, что здесь есть достаточно приемлемые предметы, типа там вверх-вниз, того же самого сета, молнии, достаточно неплохие предметики. Ну а мы с вами начинаем заточку. Точить на самом деле, ребят, здесь не такое большое количество предметов. Начинаем. Небольшое уточнение. Я знаю, что всегда, когда ты забиваешь на персонажа и начинаешь уже просто все ломать, все точится. Давайте посмотрим, потому что мне уже все равно. Я просто более чем уверен, что сейчас все будет точиться. Хотя, возможен еще другой вариант, что в очередной раз мы с вами убедимся, что шансы на заточку этих предметов крайне малы. Поехали. Венец героя. Тыкаем с плюс 3 на плюс 4, в нем никакого ЛСа нет. Поехали. Слом. Дальше. Пояс дракона. Блес пояс четвертый. Тыкаем. Слом. Так, пушка вместе с ССА. Но, не, ребят, так не пойдет. Давайте я тира и отдала достану. И тир и отдал вам также поедет в розыгрыш. Как хорошо, да? Когда есть мейн персонаж, на котором есть и Адена, и все остальное. Просто великолепно. Можно скинуть на Твина уже, когда рубрика с сельфом подходит к концу. Вытащили мы рунки. Все. И сразу точим, сразу точим. Вот он, плюс седьмой вулканик, который нельзя передавать, который дали с купона. И он становится восьмым. Пробуем дальше. Он становится девятым. Когда же он сломается? Доточки закончились. Нужно докупать, получается. Пока бежим докупать точки для нашей Б-пухи. А бежит персонаж очень медленно. Точим талисман Евы. Смотрим, что из этого получится. Третья Ева, конечно же, хрустит на четыре. Так всегда было, есть и будет. Талисман Адена точим с пяти на шесть. Он заходит. Вау. С шести на семь. Он заходит. Вау. Точим с семи на восемь. Я не буду останавливаться. Седьмой лопнул. Неплохо шло. Было бы прикольно, наверное, да, если бы я доточил эту штуку. Ну и ломаем талисман Властителя. Последний предмет. Вот он. Пунь. Все. С трех на четыре точно так же хрустнул. Ну а все остальные... А, стопы. У нас еще Агатионы есть. Что-то я разошелся уже. Думал, что все. Так. Игнис у нас встает или нет шестым? Нет. Он у нас с вами хрустит. Тыкаем сразу же с вами дальше про Челлу шестую. Она тоже хрустит, я более чем уверен. Нет. На семь зашла. Тыкаем Небулу шестую. Тоже на семь, наверное, зайдет. Нет. Все лопнуло. Ну и не было. Чекайте. Тоже сейчас сделает хрусть. Восьмая. Японский бог. Ого. Давайте на девять. Давайте на десять. Типа. Ну. Я знаю, что это очень крутой предмет. Про Челла девятая. Это очень крутой предмет. Но. Иного. Иного. Очень у вас двойственные, ребят. Очень у вас двойственные. Вот эти вот моментики. Тыкаем. Все. Слом. Не будет девятой про Челлы. Тихо. Идем дальше. Кто-то скажет, что это безрассудство. Но. Если решили. То идем до конца. Покупаем еще одну дополнительную точку. Кидаем эту самую точку. В. Вулканик. И. Сука. Да ты сломаешься или нет. Ладно. Покупаем еще одну точку. Ну. Я более чем уверен, что с 10 на 11 хрустнет. Хотя шанс в большую сторону. Да. Видите. Шанс в большую сторону, что заточится. Вечно всегда, когда тебе нужно что-то сломать. У тебя это внезапно начинает точиться. А Дены нет. Нужно что-то придумывать. Сейчас что-нибудь реализуем. И. Доточим. В этом видосе этот вулканик дальше. Вот он плюс 11. Если бы он был не запечатанный. Я бы конечно же его разыграл для этого видоса. Внутри этого видоса. Но видите. Он запечатанный. И передать его нельзя. Видите. Раздобыли АДНки. Бежим со скоростью звука. Для того, чтобы сломать эти пухи. Бокалейщик. Давай. Купить припасы. Снова. Давай. Одну снова точку. Потому что остатки АДН. Если что разыграем. Купили снова. Точим. Эти самые вулканы. Но они на 12 зайдут. Нет. Все. Все. Наконец-то это чудо хрустнуло. И давайте теперь смотреть. Что мы можем разыграть для моих любимых зрителей. Потому что дарение шмота в этой игре. Это не считается нарушением. Почтовый ящик. Обычная почта. Так. Давайте снимем все абсолютно. Давайте снимем все. И проверим еще раз. Все ли мы с вами себя снимаем. Так. Это. 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 Брошку я снять не могу. Потому что не влазит. Хотя мы ее сейчас тоже снимем. Так. Убираем на склад сразу то, что нам не нужно. Оставить в личном. Так. Ну смотрите. Те же самые купоны вам не нужны. Заточки не нужны. Руна развития не передается. Камни, к сожалению, не передаются. Я не знаю. Когда-нибудь может быть версия Essence додумается до того, чтобы если они ведут трейд всех этих предметов, то рынок-то хоть немножечко поживее будет. Нет. Нет. Не думали об этом. Видимо, NCSoft об этом не думал. На мэйне очень прикольно с этой точки зрения. Весь буст передается и все красивенько. Так. Ну и вот мы все с вами сняли. Передаем с вами все это дело на мастера Чу. Почтовый ящик. И ответ. Давайте. Сейчас мы с вами посмотрим все, что мы с вами сможем разыграть с этого самого замечательного персонажа. Так. Подтвердить. Еще раз почта. Ответ. И сюда отправляем все. Обычная почта. Ну и так. И еще раз почта, судя по всему. Сейчас улетит. Да. Ответ. Хавку корм для питомца. Зелья хп. Ну ладно. Пускай. И 6 миллионов 700 адены. Отправляем. И по сути, давайте посмотрим сразу же быстренько, что у нас здесь с вами получится. Но нет, давайте чуть позже. По поводу сельфов. Интересный класс, судя по всему, сделанный в Корее для привлечения молодой аудитории в Lineage 2 Essence. Они абсолютно никоим образом не вклиниваются в нормальный лор. Хоть и они вписали то, что в лоре это одно из поселений вот этих маленьких дурачков, да, которые у нас с вами есть на мейн-версии. Тираняхи, магоняхи. Но очень на самом деле это чувствуется, что это совершенно не то, чего хочет комьюнити. Было бы очень много предложений, какой класс сделать, если бы они хоть на секунду прислушались вообще к комьюнити, что хотят люди видеть. Какие классы люди хотят видеть. В целом класс очень сильно скучный. Даже после смены профессии, атакующих скиллов не так много. Скиллы, опять же, которые нужны, реально нужны, они стоят больших денег. То есть привязка снова к классу, к этим самым способностям. Вы скажете, что мастер чуть, а чар 76 уровня, да не можешь ты об этом говорить. Хрен. Я разговаривал с топовыми людьми, с топовыми сильфами на других серваках и на черри тоже. Все говорят одно и то же. В соло цель при фулл бусте убивает. Убивает нормально. Может составить конкуренцию топ-1 персонажем, так называемым метовым персонажем. Но с выживаемостью, во-первых, проблема. Во-вторых, проблемы бывают с большими скоплениями людей. Один на один хорошо, масс-пвп, все, здравствуй, до свидания, ничего особенного нет. Хотя в массовом пвп достаточно неплохой контроль в виде откидывания тоже полезная штука. Но донить именно в этого персонажа немногие хотят. Очень скучно, очень однообразно, мало кнопок, мало какого-то интересного реально геймплея. В основном это кайт, либо же попытка догнать персонажа, который от вас убегает. И догоняют эти персонажи реально хорошо, ибо скорость у них выше предела 300, поэтому они, как говорится, очень легко догоняют цели. Класс меня абсолютно никак не удивил, не порадовал. Визуально он выглядит достаточно ущербно, играть за подобного типа мне не хочется. Извините, ребят, я из России, не из Японии. Вот подобные там гномики, да, мне и то ближе по душе, или хуманы, да, и гномки тоже. Но нечто вот такое, ну, я не скажу, что я прямо обсираю. Есть у него и плюсы, да, как арбочка, как замена арбочки. Класс, который тебе просто будет фармить аденку. В принципе, это неплохо. Но опять же, в реалиях эссенса сегодняшнего дня, какой-либо фарм без доната, он очень геморрный. И давайте будем честными, в реальной жизни ты гораздо быстрее заработаешь деньги, чтобы задонить сюда и получить здесь какие-то копеечки. Вот как-то так. Это что касается сильфа. Переключаем с вами на беша, я вам покажу сейчас все, что мы разыграем. Итак, в розыгрыше 6,7 миллиона копейки, но тем не менее. Плюс четвертый браслет призыва Агатиона. Плюс четвертый браслет для талисманов. Вверх, низ, молнии. Брошь третьего уровня. Брошь пятого уровня. Кольцо дерзости плюс 5. Кристалл души отдала девятый. Идем дальше. Зелье ХП это все говно разыгрывать не будем. Перчатки МЖ хэви неплохо. Краски ЛФК плюс 4, ВИН минус 5. Сапоги величия тяжелые. Доспехи опять же хэви тоже хорошо стоит этот предмет. Серега долины драконов четвертая. Душа Тира. То есть это у нас САшка. Ну окей, кристалл он теперь. Кристалл души называется. Тир девятый короче. Браслет для талисманов первый. Третий. Кольцо дерзости четвертая. Ну и вот этот весь остальной хлам, который Дэшный, Цэшный разыграю, наверное, одному человеку отправлю. Вот. Это что касаемо розыгрыша. Так, в целом, я получил небольшой негативный экспириенс. Я хотел рубрику вести одним образом. Во-первых, Чар себя абсолютно не оправдал по интересности. Именно по интересности. Не думайте. По КПД он неплохой. Он точно не дно меты. Он где-то болтается сразу за топовыми персонажами. Но он не топ, к сожалению. Он не топ-1. Он не Дестер далеко. Он не Тир. Он не ДК, к сожалению. Поэтому выбор, брать или нет этого персонажа, у меня... Ну, мне не хотелось просто его брать и качать. Вот как-то так. Поэтому рубрику я хотел закончить. К сожалению, меня обломали. Не дали мне возможность разыграть этого персонажа. Побоявшись, что комьюнити воспримет это негативно. Начнутся репорты. Вот у вас партнер в прямом эфире разыгрывает персонажа. Ну, хорошо. Не хотите? Я сделаю по-другому. Я разыграю весь шмот передаваемый. А этого персонажа просто-напросто поставлю на удаление. Потому что мне он по факту больше не нужен. Он мне по факту больше не интересен. Вы скажете, 20 тысяч выкинуто в помойку? Может быть. Но это просмотры, это мнения, это видосы. Поэтому рад, что был с вами в этой рубрике с Клифф за 10 тысяч. Мы вливали в него 10 тысяч раз в месяц. И заканчиваем эту рубрику вот на такой вот не особо-то и приятной ноте. Но, тем не менее, давайте не будем грустить. У нас весна. Поэтому ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем участвовать в этом самом розыгрыше. Благодарю каждого, кто поучаствует. Ну, и, конечно же, хорошего вам настроения. Всех обнял. Пока.